В центре Кирова накануне можно было встретить представительную группу чиновников, полицейских и журналистов, которые занимались эвакуацией бесхозных автомобилей с улицы областного центра. Проблема брошенных авто уже вышла из разряда локальных и грозит превратить город в автосволку. Этот брошенный хозяином автомобиль сегодня на радость местным жителям, наконец, покинет свое пристанище – двор на улице Горького. Конечно, неприятно, что бросают здесь такие транспортные средства, которые уже вообще негодны ни к чему. Была авария где-то зимой, потом ее загнали к нам во двор, и как она стоит с того времени. Конечно, мешается. И припарковано еще главное в таком месте, где по самой середине вообще двора. Теперь заботливый водитель эвакуатора погрузит авто и отвезет в новый, возможно, последний дом для никого не нужного автомобиля. Вишневые «Жигули» отныне поселятся на штрафстоянке и будут ожидать, когда за ними придет заплутавший владелец. Борьба с бесхозными авто с последующей эвакуацией на штрафстоянку в нашем городе ведется с 2011 года. Все это время сотрудники дирекции дорожного хозяйства совместно с ГИБДД вывозят с проезжей части из дворовых территорий брошенные машины, которые не только портят облик города, но и создают помехи дорожному движению, а также представляют угрозу безопасности для жителей города. Ключевым условием бесхозяйности для нас, для дирекции, как объекта эвакуации, является отсутствие государственных номеров. Ну, кроме того, конечно, все признаки бесхозяйности связаны с ее техническим состоянием. Спущенные колеса, возможно, разбитые окна. Те признаки, которые безошибочно дают понять, что машину долго не эксплуатировали. На штрафную стоянку авто отправляется не сразу. На отгрузку транспортного средства с указанной территории автовладельцу дается трое суток. По истечению этого срока машина все-таки эвакуируется, если, конечно, хозяин за это время не примет мер. Дирекция никаких не имеет полномочий применить ни административные санкции, ни материальные. Если собственник докажет, что машина его там по каким-то документам соответствующим, то, разумеется, он ее забирает. Однако желающих вернуть старенький автомобиль, как отмечают в дирекции дорожного хозяйства, пока еще не встречалось. Но оказалось, все-таки есть в нашем городе люди, искренне переживающие за судьбу отечественных машин. Андрей Жданов один из таких. Он уже второй день подряд с нетерпением ожидает эвакуатор, чтобы лично пообщаться с водителем и предотвратить эвакуацию. А брошенный на улице Московской девятки Андрей узнал случайно. Тогда и решил попробовать несчастное авто спасти. Меня сразу заинтересовало, так как я сам владелец машины девятка такой же модели, но годом старее. Мне захотелось как бы либо ее взять в собственность, то есть как бы посмотреть, что за машина. Если все получится, то восстановить документы и ездить на ней. Мне жалко, что ее заберут на что-то расстоянку, так как у нее разбито стекло. И из-за наших погодных условий можно замочить весь салон. И после это хуже, чем машина пострадает. Молодой человек намерен сторожить машину до последнего. Он не оставляет надежды, что прежний собственник не найдется, а ему удастся стать новым счастливым обладателем девятки. Анастасия Корсакова, Алексей Стахеев, Вести, Киров.